Миланку сейчас забрали из школы. Как дела, Милаш? Классно. Заехали на почту, забрали посылку, Ицдек, поехали. В общем, все везде позабирали наши посылочки. Сейчас приедем домой. Уроки, наверное, Олика звонит. Светлячок, покажи. В общем, уроки мы быстро сейчас прямо сразу делать не будем. Немножко отдохнет Миланка. В смысле в два, а сейчас полтретьего. Да, конечно. Часик, пару часов может отдохнуть, потом уже будем делать уроки. Сейчас хотим что-нибудь вкусненькое приготовить. Знаете, что хочу? Хочу какую-нибудь рагу сделать. Наверное, как всегда, буркер хочет. Я хочу что-то мясное и овощи. У нас же замороженные есть разные овощи. И можно сделать там с баклажанами, там что-нибудь вкусненькое мясное и с овощами. Вот, так что, сейчас домой. Наверное, сейчас зайдем в магазин. Я, знаете, что хочу? Хурму. Но почему-то в магазине сейчас такая хурма. Вот есть именно хурма, но она не вяжет. Она такая мягенькая, сочная, вкусная. Нет, это королёк, твёрдый он. А я хочу именно хурму, чтобы она не вязкая такая во рту была. В общем, есть такой сорт, не знаю, как он называется, но очень вкусная. Но в магазине уже какой раз хожу, и хурма именно такая, знаете, которая прям невозможно её есть, вяжет во рту сильно, и такую я не люблю. И вас кто любит бургер и пиццу больше все яйца? Ты любишь? Ну и суши ещё. Ой, я суши тоже хочу. Наверное, может завтра закажем суши, так куча суши. Очень-очень. Вот пиццу я не очень люблю, это так, знаете, ну есть, но поем, но кусочек съем, не больше. А суши обожаю. А я, когда папа готов, 4 кусочка. Да, домашняя пицца с моцареллой. Я вообще люблю, моя самая любимая пицца, это маргарита. Не, маргарита. Я люблю маргариту без всяких колбасок. А, маргарита, да, да, маргарита. Да, а маргарита это именно помидорки. На море. И, думаю, не только на море. Везде, где мы заказываем пиццу, мы в основную маргариту берём. И много-много сыра. А домашняя, когда пицца, она вообще такая вкусная. Мы много сыра кладём, моцарелла. Все такое, мууу, вкусно. Видите, тут съемочка параллельно. С вами у Миланки художительная школа, у нас на улице. Видите? Видите? На заднем фоне, ну, прыгает. Миланку отвезли в художественную школу. Сейчас перекусим, зашли покушать шаверму. Как ты думаешь, вот это просто лежат сверху или приделаны? Просто лежат. Что думает-то? Взяла, проверила. Я просто думала, может быть, они как-то там привязаны. А нет. Наши шавермы готовят, шавермы. Пусть будет рада, что чисто это все классно. Да, вообще классно. Что-то к свете все украшено. Новый год. Да потому что скоро Новый год. А? Да нет, сейчас идем. Удивительно, да? Удивительно, да? Штанк. Как давно мы не были в Реву Гош. Сейчас в проходе мимо, решила зайти посмотреть. Смотри, новые какие-то помады появились. Лореаль. Я их даже не видела. Это что такое? Подводка для глаз. Мне, кстати, нужна подводка для глаз зеленого. Но я возьму, наверное... О, и такая тушь красивая. Смотрите, какой цвет. Ладно, не буду доставать зеленый. Я буду заказывать подводку, которую сейчас крашу. Мне очень она нравится. Я на Валберсе не знаю, что за фирма. Я показывала как-то. Очень нравится. Хорошо ложится, надолго хватает. Красивый цвет изумрудный. Немножко с блестками. Ну, вообще классно. Подводка. Мне нужно эту краску сейчас купить для Вала. Смотрите, какие кисточки красивые. Краску для Вала купить уже под Новый год. Надо будет краситься. Ох, набор, смотрите. Красивый. Смотрите, какой большой адвен календарь. 30 предметов. 3500. Вообще здесь такая красота. Мы зашли в Литуаль. Сейчас набор, смотрите, какой тоже красивый. В общем, мы шаверму решили там не кушать. Мы принесли домой. Сейчас немножко разогреем, потому что немного она остыла. Разогреваем просто на сухой сковородочке. И тогда лаваш заново такой хрустященький. Получается очень вкусно. Сейчас будем кушать. Они такие гигантские, да? И еще взяли, зашли в лавку пекаря и, конечно же, наши любимые лимонные тарты. Я съем. Я обожаю. Вот этот крем. Он очень вкусный. Ну, они просто вообще волшебные какие-то тарты. Мы пробовали тарты разные. Но именно вот в лавке пекаря они просто восхитительные. Нежные. Песочное тесто. Оно такое, знаете, пропитано. Не сухое. В общем, очень вкусно. Я сейчас буду монтировать видео. Миланка Слика смотрит какой-то фильм. А у Миланки, кстати, небольшая температура поднялась. Но я хочу сказать о другом. Вот эти свечи, они просто суперские. Я вообще обожаю свечи. Я уже много раз говорила. Кто смотрит мой канал уже знает. Свечи вот в стаканчиках с крышкой. Это очень удобно. Не пылятся они. Вообще это классно. И запах не выветривается. Это ароматическая свеча. Какой приятный аромат. Просто прелесть. Какой-то такой, знаете, древесный. Хвоя. Что за такое. Вот именно не цветочные. А вот что-то именно из древесного аромата. Очень приятный. У нас таких свечей несколько. И красные есть стаканчики. И вот такие вот коричневые, шоколадные и прозрачные. Вообще свечи обалденные. Может быть кто бы вот искать. Вот такие они. Такое название. Миланке дала там противовирусный на всякий случай. Попила на чай. Полезный такой температуры с имбирем. И разно-разно травяный такой хороший чай. И противовирусные таблетки даю. Не знаю. Прям какой-то сейчас то ли вирус ходит, то ли что. То мы переболели. И Милана болела. Уже выписали нас в школу. Она вот сколько уже неделю больше ходит. И вот опять какая-то слабость. И температура маленькая. Прям не знаю. И мама у меня простыла. И вот у всех какая-то такая слабость. В общем недомогание. Прям не знаю. Что это за грипп ходит или вирус какой-то. Что это. Но это вот есть такое. И вот Милана с нее ходила в художественную школу. И не знаю. Грубо говоря из 15 человек. Наверное человек 6 было. То есть очень много сейчас вот прям детей. Ну и не только детей вот расстывает. Так что как-то так конечно погода. Вот у нас такая. Ну в Питере я думаю не только в Питере. Уже прям зима зима. Холодно. Ветер. И конечно вирус никто не отменял.